приветствую дорогие друзья сегодня мы поговорим о визе на шри-ланку что нужно знать о визе на шри-ланку ну во первых друзья здесь нет ничего страшного да не нужно собирать какой-то огромный пакет документов выделать какие-то выписки со счетов фотографии все такое отнести сдавать этого всего друзья ничего не нужно здесь у нас есть грубо два варианта по которым мы можем сделать визу первый вариант это ее можно сделать по прилету второй вариант ее можно сделать электронно в общем обо всем этом я сейчас все подробно расскажу здесь есть некоторые мы свои нюансы но мы сейчас все с вами разложим и все станет на свои места первое это на самое простое вы прилетаете на шри-ланку и соответственно оформляете визу по прилету это сделать достаточно просто вы прилетели на самолете вышли и сразу на пограничном контроле у вас будет соответственно такой киосочек стоит где вы подходите оплачиваете оплата визы по прилету сейчас стало 60 долларов оплачиваете ну соответственно в нашем случае на раз просит всего наличные до иметь то что карточки у нас иностранных банков не у всех есть поэтому оплачиваем наличными соответственно и получаем сразу визу по прилету здесь как бы все достаточно просто. Получили, вышли и пошли. Единственное, на что хочу сделать акцент. Очень часто бывает вопрос, типа, а что делать, если мы летим на прямых рейсах или с пересадками? Вот с пересадками рекомендовано оформлять электронную друзья визу, хотя мной лично проверено, что и с пересадками никакой проблемы, в принципе, оформления визы по прилету не будет. Я сам летел с разными, скажем, кривыми рейсами, прилетал, а мне ее оформляли. Но лучше сделать все-таки электронную, потому что это может зависеть от аэропорта вылета, у вас его могут заранее спросить и так далее. Поэтому лучше, кто летит с пересадками, делать электронную визу. Я о ней сейчас подробно расскажу. Итак, электронная виза у нас с вами оформляется дешевле, но на сайте. Нужно для этого зайти на сайт. На сайте, соответственно, вы просто там, все достаточно просто, даже есть на русском языке, сразу переводить ничего не нужно форма. Вы ее, соответственно, просто заполняете, переходите все пункты, то есть там есть фамилиями, отчества, ваш телефон, цель поездки. Все достаточно просто, очень интуитивно понятно. Единственное, наверное, что из такого особенного, то, что вам нужно знать номер рейса и адрес гостиницы. Здесь сразу подскажу, многие туристы, кто сами оформляют всегда с этим вопросом, как-то заминаются, не знают, где его взять. Просто можете свой отель ввести в поисковой стратегии Яндекс и там спокойно всегда появляется в том числе адрес, который вы можете скопировать и вставить. Вот как бы и все. Ну и, соответственно, сумма визы онлайн, она составляет 50 долларов. Ее можно оплатить сразу, не можно, а нужно оплатить прямо сразу на сайте. И тут, соответственно, у нас с вами возникает вопрос, как это сделать в наших текущих реалиях, потому что карты российских банков, соответственно, не принимают, иностранные сайты. И здесь есть ответа два. Вариант номер один. У вас есть иностранная карта, соответственно, или у вас есть карта платежной системы UnionPay, например, Почта-банк или Россельхозбанк. Они проходят. Проходят и карты, и вы, соответственно, с этой картой, обычной российской, но платежной системой UnionPay, оплачиваете на сайте за визу. И все будет окей. Но тоже бывает через раз. Поэтому, если оно у вас есть, попробуйте. Если не получится, значит, нужно оформлять по прилетам. И еще есть один вариант. Если все-таки, как бы, нужна будет электронная виза, приобретая туры у туроператоров, естественно, у многих операторов есть дополнительная услуга, вы можете сразу заказать электронные визы. Она чуть-чуть дороже на 10 долларов, сразу ее оплачиваете, и уже туроператор самостоятельно за вас заполняет все эти формы и оформляет электронную визу. И уже когда вы вылетаете, перед вылетом документы, ваучеры, на три страховки и электронные визы будут вам выданы, и вам не нужно ни с чем с этим заморачиваться. Так что, вот такая история у нас по электронной визе. И теперь мы с вами поговорим о сроках, сколько можно находиться, потому что у нас тоже есть два варианта по продолжительности виз. Итак, у нас есть новое введение о том, сколько можно находиться на Шри-Ланке с учетом новых виз. Соответственно, у нас есть два формата. Это 30 дней и 180 дней. То есть выбирайте любую. Цена абсолютно одинаковая. Что вы за 30 дней платите, 50 долларов по прилету, точнее онлайн, или 60, соответственно, по прилету. Что за 180 дней? Разница лишь только в одном, что нужна она или нет, грубо говоря. Если вы летите турпакетом, просто обычно как путешествовать и вернуться, ну как бы зачем тогда покупать на 180 дней, она как бы смысла не имеет. И второй нюанс, если у вас возникнет мысль, а вдруг я за какой-то период еще поеду за полгода, и соответственно, пусть будет на полгода, то здесь немножко вас расстроит, потому что я сейчас все узнавал и выяснил, что виза на 180 дней, она однократная. Соответственно, вы, если ее оформляете, подразумевается то, что вы будете на острове находиться долго, дальше ли вы будете продлять, но она не подразумевает под собой много въездов. Соответственно, если вы покинете остров в эти 180 дней и опять прилетите, вам снова придется делать визу. Поэтому имейте это в виду, поэтому сделана эта виза для того, что те, кто проезжают надолго на зимовку, на 180 дней, те, кто проезжают туром, на 30 дней. Вот такая разница, друзья, по срокам пребывания на Шри-Ланке по визам. Ну и дополнительно, друзья, хочу сразу дать пару советов, когда вы прилетаете на чартерном рейсе или еще каком-либо варианте, особенно, когда у вас включен, например, трансфер, постарайтесь долго не задерживаться, потому что у кого-то виза будет, у кого-то нет, кто-то будет немножко в очереди стоять, кто-то может занять со всего самолета, возможно, около часа. Вы дальше не прогуливайтесь легким шагом, потому что вас ждет трансфер, и вы, соответственно, оперативненько проходите и отправляйтесь в свои отели. Здесь дополнительно еще хочу отметить, что в аэропорту вы точно так же можете получить карту People's Bank, но это, наверное, отдельная совсем история. Сейчас есть возможность оформлять карты дистанционно в России, и по прилету вам уже будет выдана иностранная карта People's Bank прямо в самому аэропорту. И, соответственно, еще один дополнительный момент, то, что вы можете поменять валюту в аэропорту, какую-то, может быть, на первое время, потому что, в принципе, везде есть обменники, этой проблемы нет, и, соответственно, уже спокойно отправиться в отель на свой отдых. А также, друзья, приглашаю вас в свой Телеграм-канал, там я выкладываю сюда оперативные, интересные новости, различные акции, предложения, свое видение различных ситуаций и развития туризма, и потому, что будет дальше, когда бронировать, когда не бронировать и так далее. В общем, все актуальное, оперативное там, друзья. Спасибо большое, что вы послушали эту информацию. Уверен, что она была для многих новой, для кого-то полезной. Ну, а я, друзья, приглашаю вас за турами, занимаюсь продажей оформлением туров онлайн, как вы знаете, по всей России, договор, чек, здесь все как положено, снимаю видеообзоры, делюсь с вами полезной информацией. Ну, а далее, друзья, вы можете посмотреть мое видео о Шри-Ланке, я там поделился многими интересными советами и рекомендациями по пляжам, по отдыху и так далее. Так что, переходите, смотрите, ну, а мы с вами увидимся. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Трэвел. Пока! Субтитры подогнал «Симон»